В выставочном зале Lamborghini в Дубае сейчас находится самый дорогой автомобиль в мире. Машина сделана из золота и платины и инкрустирована бриллиантами. Ее планируют продать за 7 миллионов 800 тысяч долларов. Однако это драгоценный во всех смыслах автомобиль, лишь модель. Этот прототип, который никогда не станет настоящей машиной, был создан в Германии Робертом Вильгельмом Гульпеном. Он занимается созданием роскошных копий автомобилей из драгоценных металлов вот уже 12 лет. Оценить уровень мастерства, точность исполнения и индивидуальность транспортного средства сейчас можно в Объединенных Арабских Эмиратах. Недавно я читала о подобных машинах, как, например, бархатная Феррари. Фотографии этой машины я видела на Фейсбуке, и мне было очень интересно взглянуть на нее. Я думала, что она будет реальных размеров, а оказалось, что это просто модель. Автомобиль может попасть в книгу рекордов Гиннесса четыре раза, как самая дорогая машина, которую, кроме всего, защищает витрина из пуленепробиваемого стекла. У нее самый дорогой логотип, а также это единственный автомобиль, сделанный из 500-килограммового блока чистого золота. На мой взгляд, машина очень хорошая. Я люблю золото и бриллианты, но, по правде говоря, я бы не купила ее. Я считаю, что за такие деньги можно купить что-то гораздо более красивое, чем машина. Основа автомобиля, покрытая золотом, сделана из углеродного волокна. Фары инкрустированы бриллианты, а в оформлении каждого сидения использовалось 700 драгоценных камней. В Лондоне это называется «рамадан-лихорадка», когда все съезжаются в столицу Британии и берут с собой свои роскошные автомобили. А потом, во время их разгрузки, обсуждают, чья машина лучше. Мне подобное времяпрепровождение непонятно, и я бы никогда не стала тратить свои деньги на это. Но это уже, как говорится, дело сугубо личное. По-моему, эта машина очень уместно выглядит в Дубае, особенно учитывая тот факт, что полиция здесь ездит на Порше и Ламборгини. Машину планируют пустить с молотка. Если найдется покупатель, который решит обойти процесс торгов, он должен будет заплатить за автомобиль 7 миллионов 800 тысяч долларов. В любом случае, часть денег, вырученных от продажи, пойдет на благотворительность. По-моему, это очень хорошая идея перевести 10% средств, полученных от продажи машины в пользу фонда помощи детям. Единственное, что меня радует в этом, что часть вырученных средств пойдет на благотворительность. А вообще, мне кажется, что этой машине место в музее Рипли. После выставки в Дубае золотой Ламборгини отправится в Абу-Даби, а затем, прежде чем ехать в другие города, в ноябре вернется в Дубай на международное автошоу. Таким образом, Дубай вновь подтвердил свое звание столицей мира роскоши.